Мы продолжаем наши уроки, Таня, из самого начала, 13 главы, второй урок. 13 главы объясняет внутреннее состояние Бейнуни. И мы учили в прошлый урок, что первое и главное понимание Бейнуни, что он отличается от Цадик, в том, что у него есть животная душа. И животная душа такая же сильна, как при рождении. И даже больше, чем при рождении, поскольку человек ежедневно кушает, ежедневно спит, ежедневно пьет, поэтому он даже усилывает душу. Конечно, это не усиление с грехов или с наслаждения, которое он получает в мире, потому что он это себе не позволяет. Мы говорим, что он усилывает ее укрепление внутри жизни. Пример к этому очень простой. Если у человека есть болезни, не дай бог, допустим, рак, и при этом он идет и тренируется в дренажерном. Что он не лечил рак? Нет, не лечил рак. Он просто укрепил своего здоровья. Так же самое животная душа. Если не покормишь животная душа наслаждения всяких разных, которые она предъявляет в желание, то она не развивается, но само ее существование укрепляется благодаря жизни, просто жизни, просто соединяется больше с телом. Теперь мы встречали в первой главе очень серьезный вопрос, поскольку что рабо, один из великих эмораим, мудрецов Тальмуда, который был учитан Абайи, говорит и заявляет по себе, я, он говорит, бейнуни. И тогда рабе задавал вопрос, как можно рабу себе называть бейнуни? Теперь мы чуть-чуть понимаем. Почему чуть-чуть понимаем? Потому что бейнуни – это человек, который не грешит. Не грешит. Абсолютно не раз. Если он грешит хоть в чем-нибудь, он уже грешный, мы уже говорили. Бейнуни – это человек, который не грешит. В том числе он не перерывает себе изучение Тору. Разница между него и праведник – внутреннее состояние. У праведника нет ни животной души, у бейнуни есть. И поэтому раба мог себе говорить, что я не праведник. Еще и есть такая клятва, которой мы учили, что мы должны себе сказать, что даже если все люди мира говорят, что я праведник, ты должен думать, что ты как грешник. То есть бейнуни. То есть я и раба себе так сказал. Только что есть один но. Где самое яркое определение, бейнуни или человек, или цадик, в чувство. Помните, мы учили, что у бейнуни, когда у него прерывается чувство к Богу, любви к Богу, или страх, боязнь от Бога, когда это появляется у него, или во время молитвы, или во время чтения жма, тогда есть небесная помощь. Не только он старается побольше, а есть небесная помощь. Когда заканчивается молитва, то эта любви исчезает. Почему исчезает? Нет небесной помощи. И он не в такой положении. Он ушел уже на работе, он пошел покушал, уже все, он перерывал то состояние, которое было во время молитвы. Поэтому бейнуни знает, что он неправедник. У праведника это не так. Праведник находится в состоянии любви ко Всевышнему постоянно. Почему так? Потому что он, кто он? Божественная душа. Он, главный у него какая? Божественная душа. Что хочет Божественная душа? Богом хочет Божественная душа. Поэтому он любит Всевышнему. Бейнуни почему не любит Всевышнему постоянно? Потому что он кто такой? Животная душа. А животная душа что хочет? Покушать. Она не любит Всевышнему. Она хочет покушать. Поэтому Бейнуни должен внушить в себе чувство о любви к Всевышнему. И он внушает в себе это чувство во время молитвы, во время читания шма. Но не каждую минуту в день. Большинство времени у него и нету этого. И вот здесь начинается у нас тогда проблема. Раба. Он же был праведник. Мы же знаем. Он думал, что он Бейнуни. Но он же был праведник. Это означает, что у него чувство тяга любви или боязни перед Всевышнему Всевышнему было всегда. Он это знал, что у него всегда есть. Он это чувствует. Это чувствует. Нельзя не чувствовать. Чувство значит заметно. Нельзя не замечать. Так получается. Еще раз вопрос. Как рабу мог думать себе, что я все равно Бейнуни и не цавик, когда он закончил молитву, и он дальше продолжает чувствовать перед Всевышнему и любви, значит, тяга к Всевышнему, или трепет, или страх перед Всевышнему, такой, который Бейнуни обычный не сможет. Как это так получается? Вот об этом мы сегодня будем изучать. Можно пока вопрос? Короче, просто, значит, праведнику молитва не нужна? Как такого мог понять от моей слабо? Ну, потому что им подпитки не нужны никакой. Они постоянно. Праведник, это Божественная душа сложная. И он постоянно слит с Богом. С духовно. Поэтому мы же молитву... Для чего молимся? Для того, чтобы как-то перебить востребление животной души. Скажи меня. Я говорю, просто до того изучали, что если даже родился праведник, а он и нету животной души, и он не будет... Стремиться. Правильно. Правильный ответ. Но есть еще, 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 еще один ответ. Правильно? Но еще один ответ. Когда у тебя мама была в жирах, она знала, что ты ее любишь? Ты ее когда-то сказал ей это еще. Мама, я тебя люблю. Ты сказал ей? Зачем? Она знает. Зачем? У нас есть друзья. Мы раз в какое-то время приходим и говорим, знаешь, ты мой друг. Почему? Он знает. Это не так. Поскольку что праведник это человек, в конце концов, это человек. Это человек, который... У него главное и самое сильное в жизни, самое большое отличие от меня, большинство из вас, исключение, может быть, одиноких в нашей зале, в том, что мы чувствуем первые наши нужды. А он чувствует не наши нужды, а божественные нужды. Почему? У него в жизни есть божественная душа, а у нас в жизни есть животная душа. Животная душа это мы, а у него кто он? Божественная душа. Вот разница огромная. Но тем не менее, он же человек. У него есть постоянный диалог. Между Невой и Всевышнему. Диалог. Этот диалог происходит во время молитвы, Этот диалог происходит во время попали на заповеди, Этот диалог происходит во время учения Тору. Оно меняется постоянно. Сегодня праведник был в одном уровне, Через несколько времен он становится в другой уровень. Оно меняется с праздником, со временем в день, со временем в году. это по-разному бывает у них поэтому конечно есть разница большая разница так я расскажу не совсем по тему но очень сильно показывает что праведник это не какой-то автомат там должны быть какие-то дела для того, чтобы они будут услышаны он был очень интересный праведник который до Холокосту у него была одна из больших общин в бывшая Российская империя на территории Украины Звил такой городок Звил он был Гебе и Звил и в каком-то время он решил он взял с собой сыну вдвоем они сели на корабле в сторону Фалестина тогда же был Фалестина у англичаной и эмигрировали в Израил и он говорил своего сыну больше я не Гебе забудь того что я был Гебе я живу для себя нет у меня хасида я никто никто меня не знает никто не будет знать начал скрыть себе и он приехал и он жил очень бедно вообще Израиль тогда было очень бедное государство но еще и жить в Иерусалим в то время работа была он жил он жил там в старый город в Иерусалим и ходил каждое утром очень рано до рассвета на Стеноплаче в то время на Стеноплаче она была застроена очень много арабских домов они специально татирали и это была свалка они бросали туда мусор ну унизить евреев и евреев нельзя было стоять возле стена сидеть возле стена они могли только стоять в каком-то маленький кусок и они прям там хорошо там настаивали этих и он так его порядок был что он встал еще до рассвет пошел Стеноплачет учил молился вернулся домой это был такой париан когда-то в Иерусалим я не понял когда меня рассказал человек который рассказал мне был такой человек который можно дабыят рассказать он такой видумщик и он достаточно хорошо это рассказывает звали его раввин цвей Гринванд он мне это рассказал я не понял как каким годам как это точно произошло но я точно помню что он говорил что пришел в Стеноплачет это еще до создания государства может быть было посещение такое раби из Вижниц это городок в Польшу очень важный движение в Хасидут и он подошел с его какой-то делегацией хасидов к Стеноплачу и он замечает человек незнаком но что-то видел в него но все-таки он был рабе тоже и он говорил своих хасидов это непростой человек и как хасидов только услышали зацепились к нему и не отошлись пока не поняли кто он такой и поднялся большой шум потерявший великий ребя и извил нашлось в Иерусалим возле Стеноплача в одиночество и конечно что оттуда и дальше никто не дал ему покой постоянно его приглашали то на обрезание то на бармитву то на свадьбу всегда присаживали его в главный стол он уже никуда не убежал тогда главный раввин Иерусалим был такой Зоненфельд раввин Зоненфельд он был очень серьезный обученный в Тору очень серьезный человек очень серьезный раввин и в один из Брис Милу который был в Иерусалим они их раввин из вил высаживали рядом с главным раввином Иерусалим вот за столом этого раввин не очень считался с хасидских вожатых он считал их недостаточно обученный в Тору ну говоря что ли праведник он такой достаточно не не считался с ними он начал говорить с ним и он понял что ничего себе он серьезный очень человек в учении Тору и настолько он впечатлен был что он просил у него ежедневный совместный урок в Тору они начали учить это называется хавуса совместный они учились что-то я не помню Талмуд или другое не важно у них был урок поскольку что Авин Зонфельд был еке это немецких евреев которые время это время они у нас такой четко пунктуальный сказали час дня час дня начинаем сказали до двух до двух и рабе извил конечно доложил это во время но Авин Зонфельд был достойный достойный напарник у рабе Извил был такой путь для благословения когда к нему пришли на благословение он зашел в микве укунулся поднял голову просил имя имя матери укунулся вышел и сказал что надо делать это было прям на уровень пророчества что сказал прям так делало четко это было известно всем сказал но четко так было и он вышел из дому на урок с Авин Зонфельд и к нему зацепился один мужчина с лозой говорил что жена начала рожать и врач не выходит ребенок врач говорит что или ребенок или жена вот такое состояние было что надо делать ну он говорил ну я ну ребят жена или жена или ребенок он хорошо побежал в микве зашел в микве поднялся говорили имя матери укунулся вышел говорит с украш с украш с украш с украш на украш на украш он по-бежал сапазданья на сабвое сапмисну урок с раввин Зонфельд а тот смотрит георит на ушто а что ему скачет и то яблэг ассав лок георит аженшен но геврэйл так ябл в микве а в золфат смотри на смотрит на него георит старый человек должен ходить на микве на микве идут на нечистоты жена у тебя не совсем в той возраст ты не в той возраст зачем тебе идти в микве в микве надо идти перейдем кипу после отношений зачем тебе нужно в микве ты старый человек что тоже что что начнет сказать и он говорил ему очень умный очень умный ответ он говорил ему что понимаете когда нееврей соответствующий всех экзамены и ответ бейдин то есть судья принимает на себе иудаизм он делает даже образание если он мужчина или без образания если это женщина для того что стать евреем ему что надо делать идти в микве укунуться то есть он пока не зашел в микве он был нееврей вышел из микве стал еврей если микве говорит ему ребе из вил говорит ему если микве способная перевратить из нееврея евреи что она влияет как она влияет из евреи которые окунулся в микве микве это очень очень серьезная вещь вот видите есть такие праведники которые пользуются микве для того чтобы получить силу вот сказать какие-то вещи садик это не какой-то автомат это не робот хорошо будем продолжать нашу нашу учебу страница 93 под концу извините 94 страница по русски язычным перевод воев и ночи и он учит Тору для Тору. Это называется такое выражение, есть понимание в законе учения Тору, лишьмо, для нее. Что это означает? То есть бейнуни бывают всяких разных, бывают разных бейнуни. Есть бейнуни, которые идут на работу, они будут здесь работать. Естественно, во время работы он не занимается учения Тору. Естественно. Есть бейнуни, которые преподают Тору, то есть он не учит Тору, он преподает Тору, это разное состояние душевное. Мы говорим о такой бейнуни, который учит сам Тору днем и ночью. В чем разница? Когда человек учит для себя Тору, первый его мозг отключен от любого другого желания, он концентрирован только на учебе. То есть во время учения Тору у него никаких проявлений. Животная душа не совсем уместна. У нее нет времени проявлять себя. Это почти как в молитвах. И кроме того, он не учит Тору рады обогащения знания. Или рады какие-то развития своего знания. Или рады наслаждения самоучения. Он учит Тору потому, что так Всевышний хочет. Это тоже состояние душа. Это состояние душа. Рассказано по одним из хасидов. Мы говорили о нем. Раби Чадер Масмид. Что он действительно был такой соуд бейнуни, который учил Тору бесперевно. Раби Чадер Масмид. И есть такая легенда, которая очень спорная. Не важно сейчас, почему спорная. Но есть таких, которые рассказывают, что он учил в Талмуд. Занимался в Талмуд, пока не начал получить из этого наслаждения. Тогда он поменял книгу и начал учить хасидут. Пока не начал получить из этого наслаждения. Положил книги. Начал учить другой частору. Почему? Потому что не он будет получить наслаждение от учебы. Это будет учеба ради Всевышнему. Но понятно, что в этом очень много уровня. Очень много уровня, как чувствуется для Всевышнему. А мы говорим о очень высоком состоянии. Человек, который учит Тору бесперевно. Естественно, у него животная душа не тревожит никак. Кроме того, он в состоянии чувства, что он учит Тору для Всевышнему. То есть, это почти как в молитвовый период времени. У него постоянно учение Тору ради Всевышнему. Это вроде бы как не выглядит, как бинони. Он уже выглядит, как цадик. Говорит рэбе, нет, 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 не так легко оно. Энзу хохохо клал. Это не доказательство вообще. Шенитхо хорамим кой мой. Что его животная душа отошла от своего левая сторона в сердце. Так, как он способен учить Тору бесперевно и чувствовать, что он это делает ради Всевышнему? Эла, яхоль и йот. Полны возможности. Шамагусай вацмусай. Убиток поебыгвоса бим коим едухололасмале. Может быть, что сама животная душа, она такая же, как при рождении, как мы говорили. В левая сторона. Рак шелевушав, только его одиянья, шемахшобу дибуру майсе, который является мисль речь и диствея, шел нефеша бе-хамис, который принадлежат животная душа, эйнон миславшим бамоя хапэ ва ядайм, вошар его рагуф. Они не соединяются с рот, с руками и других частей тило. Мипней. Хашэм шеносаншли то мемшололамо я халев. Поскольку, что мозг, разум влияет, и он решает, что будет со своего организма. Так всевышний устроен, как мы говорили. Это в натуре так. То есть, и поскольку, что сейчас мозг, разум, занимается учеба в Тору, он отталкивает других мислей. Велахэн, и поэтому, ваэтав химия учоба в Тору, нефэш уэлэйкис шэбамоях, бажэствэныя душа, который во разум и мозг, моишэлэц баээрктану, она цаствэць, в малый город, и ворагуф кулом, чэстэй тила всэх, шэйю лэвушо мэрково, которые перебрэшаюцэвававарим яучэн, в колесницэ лэшло ишо лэвушэо, к трио, триа дьянья, шэйслэбшу бухэм, который учэнни Тору соединяется с ним, то есть, в махшоше, махшобу дибурумайсэ, шэлтарэг мэцвзэээго, который являются мислей, реч, и действия, которые с ними выпадняем заповеди. Авал, ма гусо, ваэтсмусо шэллэпэшэлэйкис, но сама божественная душа, кто это сама божественная душа? Чувствы и разум божественная душа, она шлитумэм шэллэлмэгусо ваэтсмусо шэллэнэфэшэбээймис бэбэйнаним, она не совладела животная душа как у бэйнани, ки им, бэшо шабаасашэм, убизгалуслибы, только во время, когда проявляется не учэнни Тору, и не чувство, что это для Всевышнему, а проявляется любви, кавсэбишнему, тогда ваэтээвремя, бэйтэмизумоним, кмой бэйшэсээсэфэлэвээйцэбэу, как, например, во время молитва, вот тогда он в чём-то владеет его? ваэтээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Когда это не так, это не так, а когда это не так, это не так, а когда ревка была в Йемене с Яков и Иисав, и Яков и Иисав вели себе по разному, когда она нашла рядом с дамов молитва, или когда она ходила возле дамов идолопоклонничества, и каждого из них пытался вырваться наружу, и она пошла услышать пророк, пророк это был тогда, «Да, Шем, что такое у меня бывает?» Он говорит, и у тебя двух разных народностей, у вас есть такой, который будет бежать к нам, а другой, который будет бежать туда. И они, он говорит им, будут бороться между собой, и они не будут существовать рядом. Нет. Когда один поднимется, второй снизится, а когда второй поднимется, первый снизится. То есть, так получится. У них невозможно существовать рядом. Они не способны между собой помириться в деложках. То есть, я буду это заниматься, а ты это. Невозможно. У Бейнона, когда он молится, в это время животная душа ужималась. Она маленькая. Но как только отпускает этих чувств любви ко Всевышнему, Божественная душа убыгнута, сразу начинается поднять себе голову животная душа. То есть, животная душа не под контролем Божественной души, только она чуть-чуть потихла. Потихла. Шенефеша ели кис, когда Божественная душа мисс Амецес у мисс Габберес ал Нефеша беймис, когда она усилует над животная душа, бемокер, а гвугущий бино, в, потом объясним, что это такое, в корень, гвурот, который является атрибут бина, лисбойнен бигдула сашемен цей в бухуху, когда Бейнона концентрируется во время молитвы на бесконечность Всевышнему, в, что происходит? Он и ло-хойлид авоазо кириш пейеш бехол льемониша билибой, когда он будь льв сибьей любви, сильной любви, бурляши любви, кавси Вишнему, в правой стороне его сердца, а в это время эскафье ситре ахре шабихол ль смоли. Ситре ахре, то есть животная душа, в другую сторону от божественной души, которая находится в сторону, в левую сторону, она эскафье. Эскафье это очень распространенные слова, которые применяются часто в Хасидут, когда мы говорим о авойда саше, служба перед Всевышнему, эскафье это означает, что она подклон, она согнутая, согнутая, согнутая. Но она не сдалась. Она не сдалась, она под пресс. Эла битсадик. У праведник это по-другому. У праведник она сдаётся позиция. Она сдалась в позиция. Шене марбой, вели бихол бекирби, который говорит по-цадик, и мой сердце говорит царь Давид, апустошонный в сибьей. Веу мой осбера, и поэтому он не во есть нинавист, или от воршения от, в животная душа, от все представление, ситре ахре, другой стороне от божественной, и он не ненавидит ее в полной отворожении, в меус, а что он не может сделать в меус. Если он не совершен, он не совершен, он не совершен, но он не во есть полной отворожение, и от воршения. У бейнони, таков нет? Но как тогда выглядит бейнони? Тогда получается, что бейнони, это человек, который во время молитвы, его животная душа протихла. Почему она не сдалась? Авал ба бейнони, говорит рэбе, но ба в бейнони. Удэхмошол киодом шиёшей. Животная душа находится в состоянии, спящая состоянии, как человек который спит, шиохрил лахзир в наэр мишносе, או она способная сбудиться и вставать. Каха рэбе бейнони, так же зло, то есть животная душа в бейнони, у кио шоу нахолла смоли, он как спящай, влево есть таранев сэрца. Бешэс криш мебет филок, когда он в рэммия малитва, и чьите нишна, шэлли бобояр бээбаса шэм, когда есть луб вікавсэ вишнему, и потом может просыпаться. Теперь мы дашли китог. Велхэн хая рэбо, и паэтаму рэбо, махзик атсмой кэбэйнони, он шитал сэби бэйнони. Афделэй посзик помимегирса, нисматрияшто он биз пириривна, учил сатаро, и у него есть не просто учение Тора, а жажду к учению Тору. И у него этого желания проявляется как человек который проголодался, или человек который не упал воды уже несколько дней, его такая прям жажда к учению Тору. И это дню минуточа, бэхэфэйцо бэхэчэйко, Настолько он хочет учение Тору Что он чувствует такое состояние Как на время молитва Вне дмэллой Вне дмэбээйнов Раба себе объяснил Почему у него такое чувство Беспереривно Не потому что он правильник А потому Кэбэйнони хамиспалэл коллайо Он себе рассказал Я как бэйнони Который находится в состоянии молитвы Весь день Как? Так дошел То есть он не хотел Себе рассказать что я правильник Поэтому я чувствую весь день Такое чувство любви Нет, он объяснил себе нет Я какой-то странный, уникальный Бэйнони, который способный Продлить Время молитвы на весь день Поэтому говорил мудрецов Что действительно Есть такая уникальная способность У немногих Бэйноним Которые очень сильно трудились Что их молитва будет длиться Весь день Состояние, душевное состояние Они молятся весь день Есть вопросы? Нет вопросов? Все понятно? Второй вопрос Правильник получается Даже когда занимается мирскими делами Кушает, работает У него возвышенное чувство Да У него совершенно Чувство голода У него бывает Я честно не могу отвечать Я не знаю Я не читал четко Если у него Обычные человеческие чувства Или нет Они не такие как у нас Это точно Но какие Как они проявляются Не знаю Но они по-другому Это точно Они по-другому Но Поскольку Объясню Что это значит Управедник покушает Когда Мы хотим Что-то починить Вот у меня Дочь Сейчас должна сдавать Экзамен по математике Когда Она говорит Что я что-то не успеваю учиться Я не знаю Что я могу сказать Я могу быть дурной Говорить Я из души Ну трудись Учись Он говорит Ну я не знаю Ну я не знаю Тема Тема не знаю Что трудиться Не знаю тема Не понимаю О чем идет речь Что я Ну нормальный человек Должен сказать Давай Давай нанимаем Репетитор Который Объяснит Тему Если у тебя Есть Азы Знания Достаточно Инструмент Для того Чтобы понять И ты не сдал Экзамен Ну это ты Виноват Если ты Если Если ты не знаешь Что Что виноват Ну не знаю я Нет вопрос Да Когда мы кушаем Апусто На первом Хасидот Когда человек Когда еврей Кушает И он Произносит Благословление И эта еда Она Кошерная То В этой Еда Есть Частичка Бога Который Соединяется С ним Во время Еда И помогает Ему Потом Молиться Ходить на Работу Делит Правильные Вещи То Эта Еда Она Похожа Так Написано На Женоприношение Тогда Получается Что Если Я Буду Начинать Есть И Меня Будут Спросить Чего Ты Такой Обжор Именно Самые Вкусные Вещи Кошерный Шоколад Я Кушаю Потому Что В него Есть Частичка Бога Я Произнес Благословение Произнес Потом Пошел Молиться Пошел Молиться Почему Нет Кушаем Это Как Женоприношение Мы Говорим Не 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 Обманывай Себе Ты Кушал Потому Что Тебе Вкусно Ты Кушал Потому Что Ты Получаешь Из этого Наслаждения Да Параллельно К тому Когда Ты Кушаешь Правильно То Это Может Тебя Помогать В чем Тебе 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 Рассказано, что в конец один из субботных трапезов по Маджибужь Большим Топ сопровождал своих учеников на улице. И богатый еврей, который был в Маджибужь, уже докушал свой субботный трапез, и Большим Топ, когда вышел на улицу, он показал с ними на него в пальцы, и они видели БК, сидящий на лавочках, Штрайман. Штрайман, вот этого шлапа такая, меховая. Они очень испугались. Он говорил, что это наши богатые евреи, которые только что докушали свой чонт. Он превратился в корову. То есть, у праведника, что происходит у праведника? У праведника, вот это, все материального составляющего, просто нет. Спрашиваешь любой, чувствует он вкус, не чувствует, не знаю. Я реально не знаю, как это происходит у них. Но у них это нет. Не имеет значения для них? Нет, нет, вообще не имеет никакого. Нет, нет. У них другой, у них вкус по-другому выражается просто. Выражается по-другому. Настолько, что мы учили, что раба, или рове это было, это было рове, зашел в Бесмедрэш на учебу, и ему задали вопрос, и он говорит, я не могу найти в себе способ в моем, моего разума собрать мысли, давать вам ответ, потому что я еще не успел покушать мой кусок говядины. То есть, каждая воезда знает, что после того, что он покушал свой стейк, единственное, что он способен делать, это лежать прямо ровно на диване. Не больше. А урава это выражался, не покушал свой кусок мяса, не хватает у него сил на такой серьезный труд в учении. То есть, мы понимаем, что у них чувство еда, которая добавляется, она добавляется реально сил в не животная часть, не в своем существовании, в жиром, а совершенно реально, божественная душа. Фокошо веще.